Одна из крупнейших топливных компаний в стране объявила о разделении бизнеса. В минувшую среду в Москве состоялся брифинг одного из руководителей «Газпромнефти» Александра Крылова, на который он поделился с журналистами новой концепции развития компании. В результате разделения существующие 9 российских ПНПО будут реорганизованы 8 специализированных предприятий, ориентированных на конкретный вид деятельности. В результате каждый бизнес будет иметь свой обособленный финансовый результат. Показатели эффективности являются самостоятельным центром прибыли. Если говорить проще, в компании произошло разделение труда. Одно предприятие, ранее выполнявшее сразу все функции, теперь разделит их между несколькими компаниями. Компания «Газпромнефть» региональной продажи будет отвечать за реализацию нефтепродуктов мелкооптовым клиентам, в том числе своим АЗС, АЗС независимых партнеров, также предприятиям. И будет отвечать за региональную логистику. Розничные компании будут реализовывать нефтепродукты и сопутствующие товары и услуги. «Газпромнефть» корпоративные продажи будут обслуживать корпоративных клиентов. «Газпромнефтьтерминал» будет оказывать услуги по хранению и перевалке нефтепродуктов. «Газпромнефтьлаборатория», как я уже сказал, будет проводить независимый контроль качества нефтепродуктов по всей цепочке поставки этих нефтепродуктов. «Газпромнефтьтранспорт» будет предоставлять услуги по доставке нефтепродуктов автотранспортом до конечного потребителя. Изначально идею отделить оптовые продажи от розничных «Газпромнефть» предложила Федеральная антимонопольная служба, чтобы упорядочить работу и определить основные принципы оптовой реализации нефтепродуктов, в том числе приоритетность поставок на внутренний рынок и единый порядок ценообразования. Новая система должна повысить прозрачность бытовой деятельности компании. И вот эти две составляющие, с одной стороны, бизнесовая, которая уже к 2009 году созрела, и мы готовы были ее начать, и политическая, с точки зрения выстраивания отношений с ФАС, и более четкими правилами игры и доходности на этом рынке, они сподвигли меня начать процесс немного раньше. Ну, буквально, может быть, на год. Как скажется, разделение компании на стоимости топлива для розничных покупателей пока вопрос открытый. Ведь ценообразование в первую очередь определяет стоимость перевозки топлива от завода-производителя непосредственно на АЗС. Чем больше расстояние, тем выше цена. Однако существенного роста тарифов, по словам руководителей «Газпромнефти», ивановцам опасаться не стоит.